Приветствую всех на канале Есть-Поесть и сегодня предлагаю самый новогодний десерт в виде шишек. Делается он очень быстро и приготовить такие шишки можно заранее. Они несколько дней спокойно стоят в холодильнике и становятся лишь вкуснее. Если у вас совсем нет времени, возьмите готовое шоколадное печенье. Но, конечно, с такой крошкой, приготовленной собственноручно, десерт выигрывает. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. В чашу измельчителя положила муку, добавляю соль, порошок какао, сахар и соду, буквально на кончике чайной ложки. Холодное масло, порезанное кубиками, и все превращаю в крошку. Далее положу немного холодной сметаны и измельчу еще раз. В итоге должна получиться уже влажная крошка, которая легко собирается в комок. Противень застелила пергаментной бумагой и выкладываю крошку. Распределяю ее равномерным слоем. Желательно, чтобы кусочки были некрупными и одинакового размера, чтобы равномерно пропеклись. Поэтому попутно еще измельчаю руками. Отправляю в духовку, разогретую до 180-190 градусов, минут на 20, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовой крошке даю остыть. Затем поломаю на кусочки, но они не должны быть очень мелкими, так как очень важно, чтобы десерт был не однородным, а рельефным, имитируя шишки. Перекладываю крошки в миску, добавляю предварительно обжаренные и порубленные орехи. Я беру грецкие. Сюда же отправляю слегка растопленное сливочное масло и вареное сгущенное молоко. Я беру магазинное, поэтому оно у меня очень густое. Его лучше добавлять частями, постепенно. Возможно, вам понадобится другое количество, если ваше молоко будет другой консистенции. Все хорошенько размешала и дам постоять минут 15, чтобы масса пропиталась. Затем нужно взять бокал или рюмку небольшого объема в виде конуса. Я приспособила такую старенькую хрустальную рюмку. Затем ее нужно внутри намочить и хорошенько воду стряхнуть, чтобы емкость осталась влажной. Частями накладываю массу и каждый раз плотно утрамбовываю. Это очень важно, чтобы шишка впоследствии не развалилась. Затем рюмку переворачиваю и энергичным движением вытряхиваю содержимое на другую руку. Обычно вытряхивается со второго-третьего раза. Но вот посмотрите, шишки отлично держат форму. Выкладываю их на доску или на блюдо. Отмечу, что не стоит шишки делать слишком большими, поэтому если вы берете большой бокал, просто не накладывайте полный. Затем убираю заготовки в холодильник. Хотя бы на час. Чем дольше они там стоят, тем становятся плотнее. Обычно из этого количества получается 8-10 небольших шишек. Затем посыпаю их сахарной пудрой и украшаю кондитерской посыпкой. Можно положить в формочки для кексов, а можно оставить просто так. Если вы сами испечете такую крошку, то шишки у вас останутся хрустящими, достаточно рассыпчатыми, но будут хорошо держать форму. Поэтому я предпочитаю делать крошку сама, а не пользоваться готовым печеньем. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале еще два рецепта оригинальных новогодних шишек без выпечки, а также другие рецепты новогодних десертов и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!